Чуть меньше половины, а точнее 45% жителей России регулярно смотрят региональные телеканалы. Таковы данные исследования рекламного агентства «Страна онлайн», которое попыталось определить уровень знаний местных телеканалов среди жителей, чистоту их смотрения, а также популярность основных видов контента и социально-демографический профиль аудитории каждого канала. Результаты опроса показали – россияне хорошо знают свои местные телеканалы, а основной контент – интересующие зрителя, новости и информационные передачи, которые смотрят подавляющее большинство – 84% ареспондентов. Кинофильмы и сериалы на местном ТВ интересуют 24% телезрителей, развлекательные и познавательные программы – 19%. С наступлением весенне-летнего периода на автомобильных дорогах резко обостряется проблема аварийности с участием водителей-мотоциклистов. Зачастую их действия на проезжей части носят провокационный и вызывающий характер, и сопряжены с грубыми нарушениями требований правил дорожного движения. Поэтому в Ульяновской области сотрудники ГИБДД начали операцию «Мотоцикл». Дорожные инспекторы совместно с участковыми уполномоченными полицией будут проводить подворные обходы, цель которых – выявление самодельной техники и незарегистрированного транспорта, а также мотоциклов, мопедов и прочей техники, находящейся в розыске, с последующим задержанием этих транспортных средств и помещением их на специализированную стоянку. В Ульяновской области продолжается прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии «Ключевое слово», которое призвано подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием, поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия нашей страны, а также продвижение русского языка за рубежом. Для участия в конкурсе необходимо составить проект по одной из шести номинаций. Лучший мультимедийный проект, лучший издательский проект, лучший научный проект, лучшая социальная инициатива, за продвижение языков России за рубежом и специальная номинация за особые заслуги. Церемония вручения премии пройдет в рамках третьего ливадийского форума в Ялте в день русского языка 6 июня.